Собраться с домками, измериться и протягивать жизнь. Серафима Пузына народилась здоровой, а уже в 8 месяцев у ее выявили редкое генетическое захворование. Спинально-мышечную атрофию. Шансовного выздоровления, бодай, что не ама. Как раз в этот час Ематоле выношивала Варвару. Батьки сподевались, что другая дочушка будет здоровой. Однако сподевания не оправдались. Это хорошо, когда вдвоем есть поддержка друг к другу. Конечно, очень большую роль сыграл муж, когда сказал, ну, будем что-то делать. Когда он не сбежал, не испугался, потом, в общем-то, вы живете, вы радуетесь. И с ними интересно, и с ними весело. В общем-то, да, очень весело бывает порой. Зараз Серафима 12, Варвара 11. Они вельми развиты интеллектуально, добро учатся, читают верши на память, шмат разважают и любят, когда до них приходят в гости. В будущем Серафима хочет стать психологом и одночасовой письменницей. Створять свои творы она начала дошкольницей. Увлекаюсь зябкой из глины. Ваза – это доказательство. Еще рисованием. То есть, в основном творчеством. А вот Варвара сяброй с докладными навыками. Цікавится математика и информатикой. Учусь, потом делаю уроки, ну, как повезет. И отдыхаю. За телефоном или ноутом. У сестрышек вельми шматагульного, она вот мара. Первая еще детская. Ну, я же на мульчика тихо сидела. Ну, а вторая – это, конечно, ходить и завести много друзей. Мечтаю, чтобы я, наконец, ходячей стала. У нас уже в мире есть три лекарства зарегистрированы от этих болезней. Сейчас в Беларуси петицию подписывают, народ активно подписывает, чтобы нам дали возможность получать это лекарство. Но они, конечно, стоят, знаете, как космические корабли. Как моральную, так и материальную допомогу в первую чергу оказывает организация «Сердце детям». Допомогают и иншие. На улику Брестским областным недыкогенетичным центром больше 50 детей с редкими генетичными захворываниями. Может быть, от одного случая на тысячу новорожденных отдельно, а есть один на 10 тысяч и один на 100 тысяч. Каждый десятый человек, это предположительно, является носителем какой-то патологической мутации. Если он встречает себе похожего, у него рождается больной ребенок по факту рождения ребенка. Если по факту рождения ребенка ему устанавливается диагноз, значит, обследуются тогда родители. Меж тем, Серафима и Варвара разом с батьками не губляют надеи на лепше, а тому махчума и хмары все же таки сбудутся.